Сергей Лойко, Лос-Анджелес Таймс В результате которой сейчас в Абхазии и в Южной Осетии находятся российские военные базы Западные обозреватели и политики, многие из них, продолжают утверждать, что таким образом было закреплено отторжение существенных территорий от суверенного государства Вопрос мой про Украину. Как известно, к вам поступили призывы не от какого-то деревенского или городского сумасшедшего, а от людей, наделенных властью, депутатов Ввести войска в Крым Они прозвучали во время самых крупных митингов, антиправительственных митингов, проевропейских митингов в Киеве Вот у меня такой вопрос Накануне конфликта в Грузии российские дипломатические ведомства раздавали тысячи паспортов российских жителям, не гражданам, а жителям Южной Осетии и Абхазии И потом, когда этот конфликт случился, Россия заявила, что она защищает, она вынуждена защищать интересы российских граждан У меня вопрос, возможно ли даже гипотетически ситуация, в которой вы также будете защищать интересы русскоязычных жителей Крыма, скажем Или российских граждан того же Крыма, или военную морскую базу в Севастополе в случае ухудшения ситуации Возможен вообще в природе ввод российских войск в Украину или нет? Надо получить точный ответ И при каких условиях? Спасибо вам большое Вы сравнили ситуацию с Южной Осетией и Абхазией с ситуацией в Крыму Считаю, что это некорректное сравнение Ничего подобного с Крымом не происходит того, что происходило с Южной Осетией и с Абхазией Потому что эти территории в своё время объявили о своей независимости И там был, к сожалению, крупномасштабный, если говорить в региональном разрезе, кровавый межэтнический конфликт И это не первый конфликт подобного рода, если иметь в виду 1919-21 годы, когда проводились карательные операции В связи с тем, что после распада Российской империи эти территории заявили, что хотели бы остаться в составе России А не в составе независимой Грузии Поэтому здесь нет ничего нового Кроме того, для того, чтобы остановить кровопролитие, как вы знаете, на этих территориях находились миротворческие силы Представленные международные, имевшие международный статус и состоявшие главным образом из российских военнослужащих Хотя там были и грузинские военнослужащие, были и представители вот этих территорий, непризнанных тогда республик Наша реакция была связана в том числе не с защитой российских граждан, хотя это тоже имеет значение и не маленькое Но связано было с нападением на наших миротворцев и убийством наших военнослужащих Вот в чём дело, вот в чём была суть вот этих событий В Крыму, слава богу, ничего подобного нет и, надеюсь, никогда не будет У нас есть договор о пребывании там российского флота Он продлён, как вы знаете, продлён, я думаю, в интересах обоих государств, обеих стран И наличие российского флота в Севастополе, в Крыму является серьёзным, стабилизирующим, на мой взгляд, фактором И международной, и региональной политики Международной в широком смысле, в Черноморском регионе и в региональной политике Нам не безразлично положение наших соотечественников И, кстати говоря, мы постоянно поднимаем эти вопросы применительно к ситуации с нашими соотечественниками В некоторых странах Евросоюза, в частности, в прибалтийских государствах Где до сих пор существует такое абсолютно нецивилизованное понятие, как «негражданин» То есть это и не гражданин, и не иностранец, и не апатрит, вообще неизвестно, что такое Лишённый политических прав и свобод И это наши уважаемые коллеги из Евросоюза терпят почему-то, считают, что это нормально Мы считаем, что это ненормально и будем дальше продолжать бороться за равенство прав Это относится ко всем государствам Но это совсем не значит, что мы собираемся махать шашкой и водить войска Это полная ерунда, ничего подобного нет и быть не может